Всем привет! С вами ваш Женя, препод английского и условные предложения, а именно второй и третий тип. Поехали! С предыдущего урока, он есть вот здесь вот и в комментариях, мы знаем, что есть четыре типа условных предложений. Нулевой, первый, второй и третий. Нулевой тип самый простой и используется для описания общепринятых фактов, а также, чтобы дать совет. If you hate snow, it melts easily. Если ты нагреешь снег, он быстро растает. Это закон природы. You can rest well only if you've done all your work. Ты сможешь хорошо отдохнуть только после того, как сделаешь всю свою работу. Здесь, в этих двух предложениях, в первой и во второй части, мы используем present tense, или настоящее время. Что же собой представляет первый тип условных предложений? Ну вот что. Если вы выполните определенные условия, то что-то произойдет. Чтобы составить предложение первого типа, нам нужно использовать в основной части предложения будущее время, а в условной – настоящее. Если ты будешь достаточно внимательным, то ты сдашь экзамен. После if мы использовали настоящее время, тогда как в основной части этого предложения у нас будущее время, или future tense. Так что в нулевом и первом типе условных предложений действия выполняются, или могут быть выполнены. Потому их и называют реальные условные предложения. Ну а теперь второй и третий тип условных предложений. Здесь тоже все очень просто. Но всегда помни маленькое ПС. В любой ситуации говори себе, что все хорошо, все легко, и я это сделаю. И тогда все будет у твоих ног. Ну ладно, хватит этой философии, пошли дальше. Второй тип условных предложений используется в нереальных или маловероятных ситуациях в настоящем и будущем времени. If I won the lottery, I would buy a car. Если бы я выиграл лотерею, я бы купил машину. Это маловероятная ситуация, потому у нас появляется второй тип условных предложений. Как же мы их делаем? В условной части предложения мы используем past simple или past continuous. If I won the lottery, это past simple. В основной части условного предложения у нас would, wouldn't и infinitive без частицы to. Кстати, вместо слова would мы также можем использовать could или might. If I won the lottery, I would buy a car. Если бы я выиграл лотерею, я бы купил машину. If I won the lottery, I could buy a car. Если бы я выиграл лотерею, я бы купил машину. I would not be standing here if I knew any other way. I would not be standing here if I knew any other way. Я бы не оставался здесь, если бы знал другой выход из этой ситуации. В основной части этого условного предложения у нас would not и present continuous. В то время как в условной части у нас обычное прошедшее время. If I were a boy even just for a day, I would roll out a bed in the morning. Если бы я была парнем хотя бы на день. Я бы с утра вылезла из-под одеяла, набросила на себя что-нибудь и ушла. Здесь очень важный момент. If I were a boy, если бы я была парнем. И смысл не в ее желании, а в грамматике. После if для всех лиц мы используем форму were глагола to be. If I were a student, I would learn another language. Если бы я был студентом, я бы учил другой язык. If he were a teacher, you would pass the exam without problems. Если бы он был твоим учителем, ты бы без проблем сдал этот экзамен. Ну а теперь, мои дорогие, третий тип условного предложения. Он указывает на нереальные или маловероятные ситуации именно в прошлом. А не в настоящем и в будущем, как это показывает второй тип. If he had earned enough money, he would have bought a car. Если бы он заработал достаточно денег, он бы купил машину. И это все находится в прошлом. И заработать деньги он хотел в прошлом, и покупать машину он тоже хотел в прошлом. Ну а теперь, как же мы сделаем наш третий тип условного предложения. После if мы используем past perfect или past perfect continuous. If he had earned enough money. Если бы он заработал достаточно денег. Это past perfect. В основной части условного предложения третьего типа у нас would, could, might и present perfect. Вот вспомним наше предложение. He would have bought a new car. Он бы купил себе новую машину. Would и present perfect. Ну и еще раз, чтобы полностью разобраться с этими нашими условиями. Давайте посмотрим вот на эти два предложения. If I went to the party, I would meet her there. Если бы я пошел на дискотеку, я бы встретил ее там. Это маловероятная или нереальная ситуация, но которая происходит сейчас. Мы жалеем о нашей ситуации именно сейчас. Ну а теперь. If I had gone to the party, I would have met her there. Если бы я пошел на дискотеку, я бы встретил ее там. Перевод тот же, но вот значения разные. Здесь что первая, что вторая часть предложения относится к прошедшему времени. Вот еще одна. It would have been good if we had gotten it, but still real fun. Здесь Росс вспоминает. Было бы очень хорошо, если бы мы туда попали. Туда это на дискотеку. В этом предложении в основной части у нас would present perfect, в условной if past perfect. Было бы очень хорошо, это в прошлом. Если бы мы туда попали. Это тоже в прошлом. Так что подведем итоги. Есть четыре типа условных предложений. Нулевой – это описание общепринятых фактов. В условной части предложения и в основной части у нас present simple. Первый тип – это предложение, в котором указывается, что если вы выполните какое-то условие, то что-то произойдет. В основной части у нас future tense, то есть будущее время. В условной части у нас present tense, настоящее время. Второй тип условных предложений используется в маловероятных или нереальных ситуациях в настоящем времени. В основной части предложения мы используем такие помощники, как would, could или might и обычный инфинитив без частицы to. В условной части предложения после if мы используем прошедшее время. Ну и в третьем типе условных предложений указываются действия, маловероятные или нереальные в прошлом, а не в настоящем или будущем. Так что теперь мы знаем все об условностях в нашем английском языке. Ну и как всегда не забудьте подписаться, сделать комментарий, поставить лайк. До скорых встреч!